Добрый день! Лекция на тему перспектива метод архитекторов. Метод архитекторов характерен тем, что для его построения необходимы дополнительные построения на ортогональных проекциях. Метод архитектора строится тремя способами. И первый способ это по двум точкам схода. Итак, даны ортогональные проекции. Вид спереди, верхняя картиночка. Это какое-то схематизированное здание, состоящее из двух блоков. Левый блок высокий, впереди стоящий. За ним стоит блок чуть ниже и справа. Он находится справа от высокого блока. Нижняя картиночка это вид сверху этого здания. Для того, чтобы построить перспективу, конечно же, необходимо знать, а где будет горизонт. Если вы хотите посмотреть на здание с высоты птичьего полета, то линию горизонта необходимо брать выше крыш. То есть птица летит над крышами и смотрит на дома. И линия горизонта, соответственно, для птицы располагается выше. В нашем случае красная горизонтальная линия, линия горизонта выбрана выше нижнего блока, но не доходя до крыши высокого блока. Итак, на свободном месте чертежа вычерчиваем две горизонтальные линии. Нижняя линия это основание картины, верхняя линия это линия горизонта. Расстояние от основания картины до линии горизонта равна высоте горизонта. То есть расстоянию от линии земли, на которой стоят здания, и до линии горизонта. Метод архитекторов применяется тогда, когда необходимо построить какой-то внешний вид здания, улицы, двора. При этом на ортогональных проекциях линию картины проводят так, чтобы она проходила через какое-то одно ребро. Дело в том, что принадлежащие, располагающиеся в картине линии, они будут в натуральную величину. В данном случае это будет правый передний угол низкого блока. Располагается линия картинной плоскости от горизонта под углом 25-30 градусов. Это оптимальный параметр, который высчитан математиками. Так здание будет изображаться менее искаженным. Затем выбирается точка зрения, точка стояния, то есть та точка, где находится наблюдатель, который рассматривает данную картину. Главный луч картины, то есть из точки зрения, откуда смотрит наблюдатель, к основанию картины, нужно провести перпендикуляр. Это и будет главный луч. Основание главного луча, точка P1, это главная точка картины. Итак, отмечаем желтенькой точку S1, это точка стояния. P1, это главная точка. Луч S1, P1, это главный луч картины. Точку зрения располагают так, чтобы главный луч был примерно биссектрисой угла зрения. Угол зрения, это чаще всего его градусная мера примерно 30-40 градусов. Это угол ясного зрения человека. И желательно сделать так, чтобы стороны этого угла захватывали все здание целиком. То есть от самого левого ребра, угла здания до самого правого. Теперь мы смотрим на здание и видим все его линии на виде сверху. Располагаются горизонтально, в основном горизонтально и вертикально. Для того, чтобы построить две точки схода, нужно провести параллельно вот этим преимущественным линиям две прямые. Вот сейчас вы видите, что из точки S1 с синей линией проведена одна линия. Она параллельно горизонтальным линиям здания. На основании картины, на пересечении с основанием картины, мы находим первую точку схода. Но назовем ее F1. Затем параллельно вертикальным линиям, то есть вертикально, проводим еще одну линию из S1. И на пересечении с основанием картины, мы находим второй фокус, вторую точку схода F2. На перспективе, то есть на той картине, которую мы начинаем строить перспективное изображение, нужно отложить главную точку картины. Нужно отложить эти две точки схода именно на таком же расстоянии, как на ортогональных проекциях у нас получилось. Находим точки обозначаемых, замеряем расстояние и обозначаем точки фокуса и главную точку P. Для удобства построения обозначим углы на плане на виде сверху. У большого, высокого блока 1, 2, 3, 4. У блока пониже 5, 6, 7, 8. И обозначим эти же уголки на виде спереди, чтобы понимать, какой угол мы будем строить, на что я буду обращать ваше внимание. Итак, углы обозначили. Обозначим еще и на верхнем основании. Теперь необходимо из каждой точки, из каждого обозначенного угла провести линии горизонтально и вертикально. То есть точно так же, как мы проводили линии для нахождения точек схода. Например, из точек 1 и 4 провели горизонтальную линию до основания картины, получили точку 1-4. Провели через 5-8, а это оказалась точка 8. Провели через 2-3, обозначили, что эта точка у нас 2-3. Точка 6-7 тоже совпала. Начинаем замерять расстояние, например, от главной точки P и откладывать это расстояние на основании картины. Не на линии горизонта, а на основании картины. И ставим эти точки, обозначаем их. Это удобно. Потом будет видно, что с чем соединять. То есть, посмотрите, каждая точка должна, проходящая из нее линия, должна уходить в определенный фокус. Так вот, если эта точка была найдена с помощью горизонтальной линии, то и соединять ее нужно с тем фокусом, который получился с помощью горизонтальной линии. То есть, вот сейчас 1-4 мы соединяем с левым фокусом, который был найден с помощью синей горизонтальной линии, проведенной из точки S. Замеряем расстояние до 2-3, откладываем его, отмечаем точку и тоже уводим в точку в левый фокус, в F с буковкой L. Замеряем расстояние до 6-7, откладываем это расстояние, уводим, замеряем расстояние до точки 8, в точке 8 будет и 5, и 8. Если сейчас из каждой теперь точки провести вертикальные линии, вот они специально розового цвета, чтобы понимать, что найдя их на основании картины, мы будем их соединять с фокусом, который был получен с помощью вот этой розовой вертикальной линии. Замеряем расстояние и обратите внимание, точка 7 и 8, проведя вертикальную линию, мы опять очутимся в точке 8. Отмечаем точки и соединяем теперь с фокусом, который располагается справа. На пересечении с соответствующими линиями мы найдем как бы фундамент нашего здания. Сначала левого блока, 1, 2, 3, 4, а затем соответствующие точки соединив, обозначим их вот 5, 6, отмечаем линия 5, 6 в правый фокус и линия 6, 7 в левый фокус. Они как раз дадут точку 6, точка 7 и точка 8 лежит в основании картины, потому что мы проводили основание картины, вот нашу красную наклонную линию, именно через это ребро. Итак, фундамент дома заложен. Теперь вертикально из каждого уголка проводим вертикальные ребра, углы здания. В натуральную величину, а ее можно замерить с вида спереди, будет только ребро 8. Замерили с ортогональной проекции, отложили и увели в правый и в левый фокус боковые стеночки, вот фасад и торец здания. На пересечении с соответствующими ребрами можно найти и еще два угла крыши. То же самое делаем с левым блоком здания, но посмотрите, ни ребро в точке 1, 2, 3, 4, ничего из этого не лежит в основании картины. Красная линия не проходит через эти точки. Что необходимо сделать? Мы представим, что если бы это ребро было в точке 1-2, то оно бы было в натуральную величину. Замеряем с ортогональной проекцией натуральную величину, откладываем ее и уводим в фокус. И посмотрите, на пересечении с ребрами мы найдем ничто иное, как крышу вот этого высокого блока. Остается найти линию пересечения блоков. Рассмотрим теперь способ номер 2. Это способ, когда перспектива методом архитектора встроится по одной точке схода. Перед нами две проекции. Вид спереди – верхняя картинка. И вид сверху – это нижняя картинка какого-то архитектурного элемента. Это как бы верхняя часть колонны, так ее назовем. Наклонные, вот такие параллельные коротенькие линии показывают то, что данный элемент на стене висит. Как вы видите, линия горизонта выбрана снизу. То есть мы будем смотреть, вот как будто мы сидим в комнате, и в потолок туда голову подняли, и снизу рассматриваем вот этот архитектурный элемент. Итак, что необходимо сделать, какие дополнительные приготовления для того, чтобы построить метод архитекторов по одной точке схода. Обозначим опять вершинки. Это у нас будет большой, верхний, вот эта часть нашего архитектурного элемента. А нижнюю часть, углы нижней части, поддерживающей вот этой, мы найдем как точки, лежащие на пересечении диагоналей верхнего блока. Вводим основание картины. Опять, так как это метод архитекторов, проводим его через один из ребер, в данном случае, ну углов можно сказать, через угол D. Опять под углом примерно 25-30 градусов. Намечаем точку зрения S, так что бы без тектриса угла зрения была перпендикулярна основанию картины и давала главную точку P. Через крайние ребра проводим стороны угла зрения. И нужно посмотреть, где эти стороны угла зрения пересекают основание картины. Это и будет место расположения изображения этих ребер. Обозначили, провели из точки S в каждую из вершинок, обозначили. Теперь необходимо, в связи с тем, что у нас сейчас нет ни одной точки схода, нужно ее найти. Предлагается провести вертикально из AB до основания картины вниз линию, то есть где у нас будет ребро AB и точка схода параллельно этой вертикальной линии найдем один из фокусов. Пусть это будет правый фокус, можно также и левый построить. На свободном месте или на пустом листе выстраиваем основание картины, напоминаю, будет сверху, так как мы на элемент смотрим снизу вверх, линия горизонта снизу, начинаем замерять расстояние от главной точки до правого фокуса. Напоминаю, фокус лежит на линии горизонта, главная точка на основании картины, то есть здесь как бы перспектива перевернется. Все построения сейчас будем на верхней линии делать. Замеряем расстояние и строим в перспективе те места, где наши ребра будут видны. Замеряем, здесь будет ребро B. Мы пока не знаем, какое оно подлиннее и насколько оно длинное или короткое, но мы знаем, где оно на картине должно быть. Место его D. И замеряем F. Итак, откладываем расстояние теперь до вот того ребра B, которое мы искусственно сдвинули в основание картины. То есть если бы ребро было в основании картины, то оно бы уходило в правый фокус, так как они оба получены с помощью вертикальной линии. Это вот голубого цвета линия на пересечении с нашими линиями, определяющими место расположения ребер, дадут верхние уголки нашего архитектурного элемента. Вот она. Это вот крыша, как бы крышечка верхняя. Теперь необходимо определить длину. Замеряем с ортогональной проекции высоту верхнего элемента, верхней части архитектурного элемента. Уводим опять в фокус. И, найдя точки пересечения с нашими ребрами, мы найдем нижнюю часть верхней части архитектурного элемента. Сейчас определим, а где же будет самый низ этого архитектурного элемента. Где-то вот в этой плоскости А2' Б2'. Немножко ближе приблизили, чтобы было поудобнее, получше видно. Итак, это то, что мы нашли. Нашли верхнюю часть целиком всего архитектурного элемента и определили, а где же будет низ. Но нижняя часть, она меньше. И помните, мы специально проводили диагонали для того, чтобы понять, а где же будут лежать уголки. Итак, проводим в нижней части. Посмотрите, вот точно как на ортогональных проекциях мы делали. Провели, и тем самым мы нашли переднюю часть. Фокус в правой будет уходить боковая часть. Вот этого нижнего элементика. Вот он достроился. Итак, обводим. Вот такой архитектурный элемент получился у нас. Мы на него смотрим как бы снизу вверх. И построили мы его с помощью всего одной точки схода. И, наконец, третий способ. Третий способ, когда перспектива методом архитектора строится с помощью сетки. Данный способ применяется тогда, когда строятся какие-то здания или сооружения неправильной формы. А сейчас очень часто современные дома строят в виде подковы или полумесяца. И у них нет вот этих вертикальных горизонтальных линий, которые были в первом способе по двум точкам схода, которые мы использовали для нахождения этих двух фокусов. Итак, например, вот такой нестандартной формы здания. Есть основание картины, задана линия горизонта, причем горизонт высоко. Мы будем наблюдать это здание с высоты птичьего полета. Проводим основание картины. И вот тут совсем не обязательно, чтобы оно проходило через какое-то ребро. Так как мы к этому основанию картины будем чертить сетку. Сетка как в морском бое. Мы ее обозначим 1, 2, 3, 4, то есть цифрами по основанию картины и буквами по вертикали. Заметьте, каждый угол нашего нестандартного здания лежит в какой-то клеточке. Этим мы и будем пользоваться. Но для начала нам нужно найти главную точку картины, точку обзора. Намечаем, примем диагональ сетки как линия, определяющая точку схода. А вернее даже здесь дистанционную точку. Вот она дистанционная точка. И на свободном месте вычерчиваем основание картины. На определенном расстоянии, которое и было выбрано в ортогональной проекции, проводим линию горизонта. И выкладываем в перспективе точки. Главная точка. Замеряем расстояние до дистанционной. Откладываем в перспективе. Строим точку D. Замеряем расстояние от точки D до каждой цифрки, до каждой клеточки нашей сетки. Откладываем на основании картины. И так как у нас линии сетки уходят от основания картины перпендикулярно, значит их можно в главную точку картины свести. В перспективе все параллельные линии, уходящие вглубь картины, сходятся в одну точку. Провели. И посмотрите, передний левый угол сетки, если через него в дистанционную точку провести линию, то это как раз будет не что иное, как диагональ нашей сетки. В пересечении с линиями, уходящими в точку P, мы найдем как раз вот эту вот сеточку. Сетка построена. Итак, поближе подвинем эту сеточку, покрупнее сделаем, чтобы видно было. Итак, вот она сетка, обозначенная цифрами горизонтально. Вглубь уходят буквы. И мы начинаем просто в каждую клеточку отмечать угол. Угол нашего нестандартного здания. Найдя фундамент, нам необходимо теперь определить, о какой же высоты будут ребра. На шкале масштабов высот, то, что мы провели из точки 1А, из самой левой передней точки, мы отмечаем высоту здания, которую взяли на ортогональной проекции. Замерили и отложили. Уведя в точку P, мы смогли построить вот такую вертикальную шкалу высот. То есть, каждая линия, которая располагается на определенном расстоянии, будет от своей высоты, при условии, что эти ребра в действительности, в реальности между собой все равны по длине. То есть, каждый угол здания, который находится дальше от нас, он будет изображаться ниже. Это для того, чтобы создать ощущение объема. Верхнее основание построено, обвели. И это еще один способ, который мы рассмотрели для построения перспективы методом архитекторов. Следующая часть лекции. Мы рассмотрим тени в перспективе от естественного источника света. Итак, перспектива нашего здания по двум точкам схода, вот так крупненько расположенная поближе. И мы построим сейчас тень в перспективе. Тень в перспективе строится несложно. Она очень похожа на построение тени в аксонометрии. Для того, чтобы была тень, необходимо задать лучи света. Чаще всего в перспективе задают лучи фронтальные. То есть сам луч параллельно картине идет справа сверху вниз, а его проекция идет горизонтально слева направо. Что нужно первое сделать? Нужно определить границу собственной тени. То есть какие грани у дома будут в тени при условии, что вот солнце будет светить сверху справа. С синенькой линией обвели эти ребрышки, вот видно на слайде. Это граница собственной тени. Отмечаем уголки этой тени. И необходимо от этих точек сейчас построить тень. Если вы не смогли построить, вернее найти границу собственной тени, ну просто строите от каждой вершинки, от верхнего основания, потому что от нижнего основания тень находится прямо под этим основанием. Итак, начинаем строить точно как в аксономете. Смотрите, сразу заштриховали собственную тень. Она более светлая, чем падающая. И начинаем строить. Итак, из проекции точки 2, это будет точка 1, провели горизонтально проекции света, а из самой точки 2 параллельно самому лучу. На пересечении нашли тень точки А. Из точки 3 проводим, в точке 5 будет проекция точки 3. Но посмотрите, если вы все правильно сделали, то тень от ребра 2, 3 должна уходить тоже в фокус, в тот же фокус, куда уходит само ребро. Строим от точки 4. Оно прячется вот за маленьким, под маленьким даже блоком здания. Теперь необходимо посмотреть. Из-за того, что у нас есть низкий вот этот блок здания, наша тень преломится. Она не сможет упасть на землю. Она будет попадать вся целиком на стену, на крышу вот этого низкого здания. Итак, достроили, закрашиваем. Получается, что от большого блока на землю тень не упадет. Она вся будет на низеньком блоке. А вот тень от низкого блока, от маленького, справа, который располагался, она будет на земле. И тень от ребра будет уходить в ту же точку схода, куда уходит и само ребро. И закрашиваем эту тень. Тень построена. На этом лекция закончена. Я желаю вам успехов. В решении задач 18 и 19, а задача 20 будет по желанию на дополнительные баллы. Удачи в освоении дисциплины технический рисунок. Я всегда рядом. Пишите в ВКонтакте. Буду консультировать и помогать вам. Спасибо.